Вот здесь, ну, то, что тут минус 25, это обычная зима, это было в прошлом году, и два месяца, я сейчас по другому поводу. Дело в чем, видите слово однажды, вот, видите вот эти вот абрикосы, они великолепны, им три года, так, ну, были бы они высокие, обратите внимание, не очень высокие, были бы они облиственные, они бы показались такими мощными, солидными, ну, пока голая не смотрится, ну, для трех лет нормально, вот. А оказалось так, что, ну, скажите, случилось так, что я почти всех, кто насучит, я их называю боксер-заочник. Очень ценное, как бы сказать-то, вот, очень ценное выражение, оно гениально. Ну, представь себе, боксер-заочник. Поняли, да? Ну, а дальше в кабачке он сидит за столом, ля-ля-ля, он есть за боксером, но заочник. Юмор вы уже поняли. И нас с вами учат такие, как бы их назвать-то, переначиваю. Садоводы-заочники. То есть, ничего не соображая, пользуясь готовой методикой, придуманной в 19 веке, первой поле 20-го, вот, они научили всю Россию убивать, калечить всему плохому. И вот получается, что я пытаюсь как-то это, вокруг меня собралось, ну, если постоянно, их несколько сотен человек, с которыми я постоянно общаюсь. Вот. Если считать, что я уже весь 20-й, 21-й век учил, то их уже, наверное, тысячи. Многие уже давно. Не то, что про меня забыли. Ну, все, что знали, я, они уже знаю. Их уже, получается, тысячи. Но есть несколько десятков, это особые люди, которые сделали меня, как бы сказать, не я стал их учителем, это они меня сделали учителем. Вот. Почему я так говорю? Посмотрите. Приезжает ко мне на практику Савиньи Семеновича, вы ее уже знаете, да? Вот. Она выпросила разрешение у своих руководителей пройти практику не в официальном саду, там, в опытном, там, научном, а именно в Железу. Каким чудом это надо обладать каким-то особым характером, что все-таки убедила. А мне-то что делать, а? С одной стороны, две руки, ура, а с другой стороны, опозориться нельзя. И с этого момента, пять-шесть лет, мы работали на пару. Не целый, нет. Бывало зимой, я вам покажу. Особенно весной, когда надо привать. Вот. Один привает, другой заматывает, один другой замазывает. Потом поменялись. Вот. И вот получилась вот такая вещь. Я показываю совместную работу, вот этот кусочек, да? Вот. Он был куплен, у меня вот этот кусок сада где-то в 2016. Там у меня другой, сейчас так. Это уже третий. А второй был куплен в 2015. Вот. Понимаете, чем хорошо? И вот, получается, у меня сделали учителям вот такие вот. Ну, попробуйте, опозорься. Понимаете? Взять и опозориться. Вот, привет, человек, а чего я научу-то? Только практик может научить. А теперь смотрим дальше. Вот знакомься с этой девушкой. Почему? Дело в том, что Ирина Александровна и Сергей Валерьевич Железов, мой сын, сегодня имя 14-я плата, Ирина Александровна. Сегодня у нее день рождения. Вот. Это штучные изделия. Так. Можете не сомневаться, что это штучные изделия. Вот. А еще у меня 10-20 таких же. Поверьте, даже не хуже. А может быть лучше, в каком плане? Ирина Александровна, сколько у нее научных трудов? Это у студентки. А сейчас она аспират. А какая практика есть у моих учеников? Я почему это все говорю? Мы бы могли, я со своими учениками, 10-20 человек. Вот. И фамилии на слуху вы уже большинство знаете, да? Вот. Ну, не всплываем. Хороним же еще. Не забывайте. И вот сегодня, друзья, день рождения моего сына Сергея Железова. Сегодня день похорон, годовщина похорон Латинкова Юлия Алексеевича. Вот так и живем. Теряем пока. А и все еще востребованности нет. Вот. Давайте посмотрим, стоит ли этим людям доверять? Стоит ли им поручать? Стоит ли на них возложить тяжкую обязанность? Они бы согласились. Тяжкую, настоящую. Вот. Это не садоводы-заочники. Понимаете? Которые только за столом умеют работать. И выдумывать смертельные советы. Давайте посмотрим для примера. Потому что впереди начинается, с какие времена вспоминаем. Правильно? Вот. Топ языком мололи про импортозамещение. Вот. Вот, допустим, Елена Александровна Савельевич. Посмотрите. Разве такие люди не нужны? Посмотрите. Будучи студенткой, поехать в Мичуринский государственный университет. И вместе с солиднейшими людьми, кандидатами, докторами наук, студентка. Видите? Скажите, она не украсила эту команду. И чисто внешне. Вот. Но она туда приехала. У нее уже, наверное, не от нас сотни было научных работ. У нее у студентки. Такие люди. Их уже надо было отбирать. Поняли, да? Смотрим дальше. Ну, давайте посмотрим, на что у нас годилось. Это немножко, это заметно, несколько минут. Просто разговаривался, почему. Ну, караул же годы уже идут, сколько можно. Я уже точно не помню. 5-6-7 знакомства. Вот. Не то, что коду под хост, ну и это. Настоящая-то польза была бы в другом месте. Например, тебя искали студии. Вот. То есть, этот, как он. Это был. Академик, Академик. Посмотрели? Посмотрели. Я немножко, я всю десятую фотографию выбрал. Вот. Это учеба. Ну, найдите мне ученого, который бы вот, знаете, какое это самое, что мы ищем? Нам нужно поймать червяка, который утягивает под землю листик. Первый и последний мой случай. Я учился до пятого класса в сельской украинской школе. Лампы висели над этих самых, керосиновые лампы. Вот. Эти самые. Непроливавские чернильницы. Но чернила мы не могли писать. Они были замерзшие с утра и до обеда, пока протапливали эту школу. Ну, деревянную избу. Вот. И много чего еще было. Но там был рисунок в этой самой, где червяк утягивает листик под землю. А эти-то сейчас не знают, современные-то эти, что под землей не только что утягивает, и вот это все является кормом для дерева, переработкой червями, грибами и так далее. Они этого не знают. Сколько уже вебинаров я про это рассказывал, мне уже стыдно повторяться. Ну, нашелся этот человек, который встал на колени и начал искать. Вот это разница. Я говорю, ребята, мои друзья, ученики штучные изделия. Посмотрите, это мы с ней посадили абрикосы. Я выбрал косточки самых крупных, с огромных плодов. Абрикосы Академик размером 100-120 грамм. Ну, догадывайтесь. Да я вам покажу. Да, они сейчас у меня заморожены в холодильнике. Только не буду, поверьте на слово. Проходит три года. Здесь подушка, которая называется глиняная. Глубина я примерно вот такая. Откуда взялась, я уже рассказывал. И я теперь... А мне говорят, глина расти не будет. Да, уже три года. А эта зараза не хочет расти. Ну, часть она увезет в Красноярск. Вот. На здоровье. Потому что здесь ее тоже труд. Да? Вот. Три года мучилась. А теперь смотрите сюда. А вот здесь вот... А, хвастаюсь Савинич. Савинич. Посмотрите. Изменчивость массы плодов и продуктивности сортов абрикосов в условиях южной зоны Красноярского края. Вот. Аспирант Савинич, научный руководитель, профессор Матвеева. Передавайте привет профессору. А если это она ко мне отпустила, это запишется и даже там. Там. Потому что я надеюсь, что привезет Елена Александровна. Вот. Огромную пользу стране. Тем более еще вместе с Матвеевым, потому что научный руководитель, это значит, много все значит. Профессор Матвеева, доктор наук, не стала говорить. Это все ерунда. Помните, от этих самых специалистов тюмерянских? Это ерунда. Там упоминалось в двух случаях. Ложь и мошенничество при свободном опылении. Мой адрес. И второе было в адрес всей науки. Что риктативная гибридизация, это не состоящее. Там столько слов, но, короче, это ерунда все. Вот это их уровень. Я не знаю. Мы-то чем занимаемся с ней? Вот этим самым. То, чего признано неперспективным. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok